Привет, друзья! Наши мышцы рук это не только бицепс и трицепс, это еще и брахиалис, мышца, которая находится вот здесь. И в этом видео мы рассмотрим 12 упражнений, которыми можно его тренировать. Начинаем! Одно из тех упражнений, которые тренируют брахиалис и которые вы, скорее всего, используете, это молотковое сгибание рук в локтях или молотки. Это движение напоминает обычные подъемы на бицепс, только здесь ладони направлены друг к другу. Благодаря такому положению предплечья брахиалис сильнее включается в работу. Как альтернативу часто делают те же сгибания параллельным хватом, только с канатом. Особенность этого варианта в том, что вы можете сделать шаг назад и таким образом ваши мышцы будут получать нагрузку даже в фазе максимального растяжения, чего не получится сделать с гантелями. И есть еще один интересный вариант этого упражнения. Суть та же, только теперь вы делаете его лежа на наклонной скамье. Так вы опять же обеспечиваете мышцам напряжение даже в нижней части амплитуды, плюс, используя скамью, вы полностью исключите любой читинг спиной. Еще один способ избавиться от раскачиваний и нагрузить целевые мышцы в молотковых сгибаниях, это лечь на наклонную скамью, только теперь на живот. Главное, на что надо обратить внимание в этом движении, чтобы руки не раскачивались вперед-назад, подрабатывая второстепенными мышцами. Я иногда наблюдаю, как люди делают концентрированные сгибания на бицепс, а потом переходят на молотки и читингуют, поднимая плечи или болтая руками туда-сюда. Упираясь в ногу, вы можете сделать концентрированный вариант не только обычных сгибаний, но и молотков. Это очень поможет, если у вас есть проблемы с тем, чтобы зафиксировать руку стоя. И другой вариант этого движения с наклонной скамьей. Тут вы берете карабин с нижнего ролика и упираетесь плечом в спинку скамьи. Дальше техника та же, что и в обычных молотковых сгибаниях, только в отличии от предыдущего варианта, мышцы будут в напряжении даже в максимальной точке растяжения. Еще один вариант нашего упражнения – это взять рукояти тренажера на скамье Скотта параллельным хватом и выполнить сгибания. Это можно сделать и обеими руками сразу, и каждой по очереди. Следующее движение, в котором поработает брахиалис – это подъемы штанги прямым хватом. Его отличие от подъемов на бицепс только в том, что гриф мы берем хватом не снизу, а сверху. Сгибание прямым хватом на блоке, еще и лежа на наклонной скамье – это крутой способ включить брахиалисм и при этом не дать мышцам расслабиться внизу амплитуды. Попробуйте это движение и вы почувствуете настоящее жжение в мышцах. Подъемы штанги параллельным хватом дают возможность проработать брахиалисм еще сильнее, чем прямой хват. Поэтому, если в вашем зале есть такой гриф – используйте его. Подтягивание параллельным хватом – это аналог упражнений, о которых мы с вами говорили, только собственным весом. Конечно, из-за того, что придется поднимать весь вес тела, сфокусироваться на работе мелких мышц будет очень сложно, но если вы тренируетесь дома и у вас нет другого оборудования, то это лучше, чем ничего. И заключительное упражнение в нашем списке – это сгибание зотмана. Подъем гантелей начинается так же, как и в молотковых сгибаниях. Затем идет разворот кисти мизинцем вверх, в крайней точке – разворот ладонями вниз и опускание. Интересное движение, которое заставит поработать не только ваш брахиалис, но и бицепсы и мышцы предплечья. Если это видео было для вас полезным, то оцените его и расскажите о нем своему другу. А я желаю вам успехов, занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok